Здравствуйте, Ольга, ваш вопрос. Помогите разобраться. У вас есть видео о празднике труп. Вот недавно свежее вышло на канале. Очень важно разъяснить насчет 16 сентября, когда будет праздник Йом-Кипур. Есть такой канал, Божий Вестник. Там говорится, что единственный день в году, когда происходит очищение человека перед Господом, и надо просить очищения сердца, каяться, прощения просить, молиться и пост брать. Я не знала про этот праздник, и что именно в этот день надо очищаться. А как тогда кровь Христа? Через кровь Христа мы прощены и искуплены. Если кто не знает про этот день, тогда человек не сможет увидеть Господа. Он будет не очищен. Объясните, пожалуйста, как по Библии, что делать. И про субботу расскажите. Надо нам, всем верующим во Христе, соблюдать субботу. Что с нами будет? Нас в церкви не наставляли насчет субботы. У нас воскресенье собрание, а в субботу нет собрания. Ольга, хочу сказать, что все праздники Господни, которые в данном случае Йом-Кипур в том числе, это праздники с параллелями не только прошлого, но и будущего. Поэтому в данный традиционный праздник евреев привязывалась нить красного цвета к дверям храма. И два козла, которых брались для жертвы. Один сбрасывался со скалы, а другого отправляли в пустыню, возлагая на него все грехи общества. Первосвященник полагал руки на этого козла, и мы знаем это выражение «козел отпущения». Вот так его отправляли в пустыню, и там он погибал. Но в момент, когда приносились подобные жертвы, красная нить на дверях храма становилась белой, с учетом очищения грехов всего общества. И поэтому этот день в умах и сердцах евреев очень был запечатлен. Потому что Господь тем самым говорит, что я вас буду искуплять сам. И жертвы козлов и тельцов не смогли нас сделать совершенными. Об этом уже пишет послание к евреям. Но он единократным приношением сделал нас совершенными навсегда. Таким образом, мы видим, что прообраз этого праздника был в будущем, в котором мы сегодня уже живем. И поэтому мы, естественно, принимаем сегодня прощение грехов не через жертву козлов, не через жертву овец, а принимаем через жертву Иисуса Христа, который стал за нас заклан, как агнец. И поэтому, конечно, праздник остался, но мы сегодня имеем не просто напоминания один день в году или десять дней трепета. Они тоже имеют место быть, чтобы нам что-то взвешивать, молиться, специально пред Богом анализировать себя, за что-то каяться. Но это не значит, что всего десять дней в году мы об этом с Богом разговариваем, а все остальные триста там сорок пять-шесть дней мы уже ничего подобного не делаем. Мы в каждом дне имеем эту возможность просить у Бога прощения, если совесть наша где-то нам об этом сказала, либо Господь Духом Святым нас направил, в любом случае прощение мы получаем за счет крови Христа. И надо сказать, после распятия Христа эта нить больше не меняла цвет. Она с этого момента оставалась такой, как ее привязывали. Это говорит о том, что жертвы еще соблюдались, но уже действие этих жертв прекратилось по сравнению с тем, что жертва Христа это все взяла на себя. Поэтому я благословляю вас понимать суть вещей. Да, праздники остались как напоминание, и для евреев, многих современных евреев, которые не приняли Христа, это всего лишь десять дней в году и один емкий пур, когда они это могут делать. Но для нас с вами это каждый день, и мы получаем это за счет пролитой крови Христа, и освящения, и оправдания, и преображения. Но мы сознаем вину греха своего, и мы получаем помилование, а не просто автоматически это срабатывает. Что касается дня субботнего. День субботний – это покой, и опять же в послании к евреям написано, что для народа Божьего остается субботство. Это что значит? Жить в покое и сохранять этот покой в своем сердце не только в субботу. Видите, опять это же самая параллель. Не один день в неделю, а в течение всей жизни жить в покое. И это остается для народа Божьего. Не жить в беспокойстве, не жить в каких-то раздражениях, не жить в какой-то панике, особенно в наше время, а жить в покое, доверие Богу. Вот это субботство, сохраняя покой. Что касается закона, то там был один день для того, чтобы восстанавливалось наше тело и давать возможность Богу работать с нами в этот период. Это очень добрая возможность, которая сегодня у нас остается в субботу, в воскресенье. Все равно это один день, который мы посвящаем Богу. Это цикличность раз в неделю быть полностью погруженными в Божье присутствие. Хотя, опять же, я думаю, что одного дня мало. Нам важно в каждом дне иметь эти отношения. Видите, как Новый Завет все перекроил. Он сделал нас свободными и в то же время подчиненными Божьей благодати настолько, чтобы мы жили с Ним каждый день. И каждый день могли в чем-то каяться, чем-то восхищаться, сохраняя покой и сохраняя оправдание по вере. Да благословит вас в этом Господь. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»